Головная мета работы с кадровым резервом, развитие лидерских сдольностей и рост потенциалу будущих кирующих работников. Удельники семинара – это люди, на профессийной якости которых робится ставка. От их шматушим будет залежить, будучи не региона. Проводим областной семинар для резервистов, которые стоят на должности управляющих делами райисполкома, замы по социальным вопросам, начальника управления сельского хозяйства, замы, которые будут вести строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Удельники семинара в выконкамах своих районов узначаливают разные отделы и тому добро знакомы с особливостями кирующей працы. Однако подобные мероприемства дают новые махчимости. Например, на свои вочи убачить организацию вытворчего процесса на бойных предприемствах региона. На этот раз у якости прикладу обрана фабрика «Спартак». Тут резервисты ознайомились с разными этапами вытворчости и упаковки продукции. Убачили, як обслуговывается в Сталяване. После шага сустрелись с генеральным директором Олегом Житковым, який, до речи, ранее так само знаходился у кадровым резерве облвыконкама. В первую очередь мы знакомимся с какими-то теоретическими и практическими аспектами своей будущей деятельности. И после таких мероприятий, допустим, люди, которые на сегодняшний день еще ставят себе вопрос, могу ли я занять эту должность, хочу ли я ее занимать, хватит ли мне каких-то умений, знаний, навыков, чтобы выполнить все должностные обязанности в рамках этой должности, то я думаю, после таких мероприятий у большинства нас этот вопрос отпадет. Личные впечатления сегодня, наверное, некоторые впервые, некоторые не впервые, лично смогли познакомиться с руководством областного исполнительного комитета, поработать в секциях, пообщаться с коллегами. Эта практическая сторона, наверное, дает больше для любого резервиста, нежели какие-то чтения семинаров, какие-то лекции и так далее. Семинар покинул приемные уражения у его удельников и безумовно отриманные веды допомогут им удалейшим удосконалить свою працу на корысть краины. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель».